Одних зверей мы люди уничтожили, других пытаемся спасти, но вот ведь какая беда! Вместе с животными мы очень часто уничтожаем их среду обитания. Такая же печальная история произошла и с зубром. Его выбили повсеместно во всей Европе, уничтожили лиственные леса. И, кстати, спасли благодаря только нашим российским ученым. И сразу возникает вопрос, а сможем ли мы теперь вернуть зубра в природу? Сможем ли мы восстановить подходящие для него биотопы? Ответы можем найти только в натуре, на родине возрожденного зубра. Всего-то каких-то несколько столетий потребовалось человечеству, чтобы обезобразить свою планету, вырубить леса, превратить реки в болота и извести многих животных. Вот в старину путники даже ночевали на постоялых дворах, потому что боялись дикого зверя в лесу. А нынче и следов ты этого дикого зверя нигде не отыщешь. Смотрите внимательно. Чего не хватает в этом дивном пейзаже? Жизни? А где животные? Где лоси, где олени, где зайчики, где кабаны? Десять тысяч лет назад зубр для древних людей был такой же привычной частью пейзажа, как для нас, городских современных жителей, голубь в небесах. И где они, зубры? Нужны ли они этой природе? Впишутся ли они в эти экологические ниши? Попробуем разобраться в натуре. А какие проблемы удивится человек, далекий от науки? Ну, выпустить всех зубров из зоопарков, заповедники и беречь от браконьеров и все дела. Это самое простое и самое неправильное решение. Ну что ж, придется объяснить все по порядку, по ходу нашего путешествия. А начнем с того, что заслуга в почти полном уничтожении зубров принадлежит всего лишь одному виду млекопитающих. Догадались? Да? Homo sapiens. А разбираться мы едем в Приокско-террасный биосферный заповедник, что расположен на самом юге Подмосковья, прямо на берегах Оки. Это место основатель питомника Михаил Александрович Заблодский выбирал очень долго. Так что оно идеально подходит для зубров по всем параметрам. В чем мы, кстати, еще не раз с вами убедимся. Мы бродим по заповеднику в поисках зубра, придирчиво осматривая окрестности. Ну, вот если бы не близость оживленного Симферопольского шоссе и дачных массивов, то все бы вообще было бы идеально для зубрового благоденствия. Чистый воздух, вода, простор и подходящая растительность. Канво-канво-канво-канво-канво-ляри-я-майенси. Вспомнил, точно. Это латинское название. А знаете, как переводится? Переводится как «лилия долин, цветущая в мае». По-английски так же «долилё вейли». А вообще, это калька с древнеарамейского языка, с Библии, песнь-песней. Ну, а по-нашему, всё просто. Ландыш майский, очень ядовитый, содержит кардиотоксины, яды, которые действуют на сердце. Но любой яд в слабой дозе – это прекрасное лекарство. Входит в реестр лекарственных растений России. Но где же наши зубры? Где же наши зубры? Пошли искать зубров. Заметили? Биотоп несколько изменился. Вот такой тип леса уже называется зеленомощник. Для крупных копытных это то, что нужно. Отличный просмотр окрестностей. Ну, деревья всё-таки довольно редкие. И полно еды. Ну, минутный привал. Погреемся в лучах вечности. Кстати, это не каламбур, я не шучу. Растение называется сэмпробиум. То есть, вечно живое. Ну, а по-нашему, по-русски молодила. Молодила кровельная. А знаете, почему кровельная? Потому что старину молодилами покрывали крыши. И считалось, что если крыша у избушки покрыта молодилом, то в такую избушку никогда не ударят молнии. Ну что, подзарядились от вечности. Пошли дальше к зубрам. Последним их естественным врагом был саблезубый тигр, который вымер 10 тысяч лет назад. Вот. В принципе, животное очень крепкое, очень мощное. С другой стороны, очень робкое. И ранимое. И ранимое. Вот. Чем люди воспользовались. Причем уничтожали зубров не только вот путем непосредственного отстрела, но и лишая их мест обитания. Как я уже сказала, они живут на раз и навсегда избранном участке леса. Пришли люди, прогнали их оттуда, да, вырубили лес, болото осушили, там, распахали что-нибудь. И зубры вынуждены были отходить на участки, которые менее подходят им в кормовом отношении. Зубры слышат предательский треск веточки под ногой за сотни метров. А верхним чутьем, да еще по ветру, чуют человека задолго до того, как он окажется в зоне видимости и слышимости. Все утро мы наблюдали зубров из укрытий и убедились, насколько чуткое и пугливое это огромное лесное животное. А в обед встретились с ветеринаром заповедника, чтобы задать ему свои наболевшие вопросы. А чем палиют, Андрей, зубры? Зубры? В основном диарея. Ну, это с чем связано? С несбалансированным кормлением бывает, как и у коров. Чего-то не того съели. Андрей, морозы выдерживают легко? Выдерживают легко, да. Это в радость они. Обрастает жерстью, это им нормально. То есть любят они даже морозную погоду? Ну да, ну, правда, критически. Там минус 40, минус 50, может быть, не выдержать. А там минус 20, минус 30, нормально. Свежий. Понятно, значит, морозы, сытым и здоровым животным в наших лесах не страшны. Но при вратности климата средней полосы – это далеко не единственная проблема для зубров, если их переселить на волю. Ну, как ты это делаешь? Покажи. Вот, молодец. Массивы лиственных лесов с верховыми болотами, речушками или озерами стремительно исчезали по мере того, как росла плотность населения в Европе. На оставшейся небольшой территории выживали все более мелкие пищевые конкуренты зубра. Чуткие быстроногие, с отличной реакцией, со своими собственными хитростями, помогающим уходить от погони. А стадам зубров требовались просторные массивы, которых в Европе уже и не было. Продолжение следует... Олени, которые проносятся за моей спиной, это все добрые соседи зубров по широколиственным лесам. Ну, правда, вот эти, конкретно эти олени с Дальнего Востока, олени пятнистые, а у нас очень похожий на него олень благородный. Половой деморфизм у оленей очень сильно выражен. С рогами только самцы. У самок рогов не бывает. Но зато у всех белые, скажем так, пятна на задней части тела. Знаете, для чего? Это для обманного маневра. Если за оленем несется хищник, олень делает такой финт, он машет задней частью в одну сторону, а бежит в другую. Хищник видит белое пятно, мечется туда, а олень делает кульпит, разворачивается и бежит в другую сторону. Вот так он спасается. Но, конечно, зубр и олень, даже крупный, выступают в разных весовых категориях. В Беловежской пуще, где эти животные содержались вместе, не раз происходили стычки у кормушек, и всегда они заканчивались не в пользу оленя. Особенно страшен зубр, когда в нем начинает закипать любовная страсть. Ну, я не знаю, как у вас, а у нас, у настоящих, зубров. Гон начинается в июле и длится до конца лета, аж до середины сентября. Сейчас гон заканчивается. В это время самцы становятся особенно агрессивными. Они загодя готовятся к поединкам, оттачивают свои рога, они становятся острыми, как вилы. И все лето идет выяснение отношений. Вот этот самец уже частично реализовал свои желания размножаться, уже покрыл весь тот вольер. В соседнем вольере тоже самец, тоже рвется выполнять свои функции, поэтому они пытаются встретиться для того, чтобы побиться в честном бою. Обратили внимание на сетку, рабицу. С той стороны она выгнутая, и с этой. Потому что время от времени они рвутся друг к другу. Ну, конечно же, их не пускают. Ну что, парень, давай сначала поедим, а? В твоем положении лишняя еда всегда на пользу. В живой природе самки с телятами довольно долгое время живут отдельно. Но если бык присутствует в стаде, то перечить ему не рискнет никто. Здесь кто у нас самый крутой, доминант? Вон, бычара. Бычара, он первым ест, да? Конечно. А бык всегда первым ест. Бык всегда первым ест. А потом идет главная корова. Любимая жена? Нет, главная вообще. Главная корова, да? А главная корова, она как? Самая старая, самая опытная? Нет, они здесь уже между... Они сами? А как они выясняешь? Дерутся? Конечно, здесь бой не бывает, дай Боже. То есть коровы между собой... Я слабше. Какая корова слабше? Она уже ниже рамка. Само это слово «зубр», как полагают некоторые ученые, происходит от зуб. Острый, но короткий рог этого зверя, видимо, напоминал кому-то торчащий из головы клык – зуб. Отбиваться им от хищника, конечно, не очень удобно. Тут больше поможет вес и сила удара. Когда в осеннем лесу звучит трубный глаз неистовых бойцов и трещат рога, другие звери, даже хищные, стараются держаться от греха подальше. Но есть и бесстрастные свидетели, которые в эту пору целиком и полностью уходят в себя. Причем и в прямом, и в переносном смысле слова. Ох ты моя радость! Иди сюда, я тебе покажу нашим телезрителям. Вот она запечаталась, видите? Так под зиму уйдет. Пойдем разбирать улов. Виноградная улитка хоть и моллюск, но, между прочим, не такой уж примитивный. У этого моллюска есть все. Есть сердце, есть легкие, есть довольно сложная нервная система. Даже мозги есть. Есть чем думать. Ну, правда, никто не знает, о чем думает улитка. Мало того, то, что мы называем с вами рожками, на самом деле вовсе не рожки, а глазки, которые на телескопах выдвигаются и задвигаются. Ну, глазки не очень зоркие, но их достаточно для того, чтобы увидеть вас на силуэте светлого неба. Их обожают птицы, особенно врановые, юнотовидные собаки, ежики. Ну, а то, что осталось после их трапезы, с удовольствием доедают потом муравьи, жужелицы. Я сейчас муравьев, собственно говоря, и вытряхиваю. А знаете, зачем я это делаю? Послушайте, как восхитительно звенят пустые панцири. Ну, что ж, уже можно подвести некоторые итоги. Широколиственные леса, подходящие для зубра, еще, конечно, в Отечестве остались. Их площадь вполне позволяет процветать небольшим популяциям. Но ведь они отрезаны друг от друга, оживленными трассами, городами, поселками, железными дорогами. Обустроить коммуникационные коридоры очень сложно. Но ведь зато можно регулярно отлавливать животных и переселять их в новое сообщество, чтобы добавлять, так сказать, свежую округу. Кормовая база тоже присутствует. Зубр всегда в лесу найдет, чем поживиться. Будь то ветки с почками или свежий прирост. Вот правда, что касается пищевой конкуренции. В лесах-то полным-полно таких же фитофагов, любителей растений. Олень, лось, косуля, кабан, заяц. Надо будет поподробнее расспросить по поводу меню Зубра и его особых пристрастий. Ну что ж, завтра проясним и эти вопросы. Тесен мир, а среди профессиональных зоологов он еще теснее. Мы решили заехать на конную дачу Александра Болица. Александр Смуилч не просто зоолог, а специалист по копытным. Он, кстати, по ним и диссертацию защищал. Ну смотри, задолго до эпохи древних эллинов, да, до античной эпохи, всех зубров уже истребили в Адриатике. В Европе их тоже практически истребили, да, чуть-чуть оставалось в Польше, по-моему, где-то в скандинавских странах, Кавказ. Все. Ну, я думаю, в белорусских лесах и в лесах Западной России тоже зубры еще могли оставаться какое-то время. Но слишком лакомая добыча с точки зрения не только самого мяса, но и такая вот престижная охота царская во всех отношениях. Так что и судьба была предрешена. Ну, конечно, гостеприимный хозяин пригласил нас пообедать, чем Бог послал. И, конечно же, мы долго говорили о диких быках, о том, можно ли их вернуть в живую природу, обеспечить кормовую базу, оградить от пищевой конкуренции других зверей и нелюдей-браконьеров. Вот так бы сидели и сидели бы за доброй едой и умным разговором, но нам нужно было возвращаться в заповедник, чтобы выяснить, каковы пищевые пристрастия зубров. Ведь состав растений в лесах за несколько прошедших столетий существенно изменился. Ну вот если посмотреть на леса сегодняшние и на леса, какими они были 200 лет назад, то здесь же очень много интродуцентов, очень много растений, которых тогда не было. Они едят не все. Нет, допустим, черемуху ту же они едят неохотно. Клен едят, но только весной, когда сочная кора, сочные веточки. Все равно они предпочитают есть именно то, что ели их предки. В первую очередь... То есть они консерваторы? Ну, по большому счету, да. И тоже самое подчеркивается в отношении территории. То есть зубры живут на раз и навсегда в выбранном участке леса. Зубр – это самый крупный фитофаг. И именно благодаря зубру образуются поляны, редины, на которых растет трава, и которая является питанием для других видов копыт. Ну, вот вам и ответ на главный вопрос. Нужны ли зубры природе еще как нужны? Причем именно природе, а не другим животным, скажем, хищникам, для которых выгодно наличие зубров рядом. Зубры творят ландшафт. Они создают просторные поляны. Они не дают поросли сорных деревьев затягивать их и превращать во вторичные леса. Зубры удобряют почву азотом и, конечно, расселяют многие-многие растения семенами. Хотя отслеживать, какие именно мелкие травянистые растения ест зубр, очень непросто. Но есть у лесного гиганта зубра и своя ахиллесовая пята. С лесными растениями он может получить практически все необходимые вещества, все микроэлементы, кроме селена. А в природе селен можно найти только в болотных растениях. Но, судя по погрызам, тут живут бобры. А бобры – это же ведь умелые создатели рукотворных, вернее, зуботворных болот. Тут бобровый канал. Да, сюда не наступайте, глубоко может быть. Должны здесь быть болота со спасительным селеном. Наверняка и этот фактор учел мудрый профессор Заблодский, выбирая место для зубрового питомника. Ведь идем-то мы по лесному ручью, который бобры запрудили сразу в нескольких местах. И вот, смотрите, пошли совершенно другие околоводные и болотные растения. О, приветствую тебя, тропический брат мой! Вот он, образец жизненной стойкости. Я опускаюсь смиренно на колени перед твоим мужеством. Позвольте вам представить удивительное растение – белокрыльник. Семейство ароидных или аронниковых, как писали в старых книжках. Впрочем, это одно и то же. Почему я с таким почтением остановился около этого невзрачного растения? Потому что все семейство тропическое. Все семейство обитает в тропиках и субтропиках. А вот этот парень остался здесь с тех времен, когда много-много миллионов лет назад тропики были на Земле повсюду. И выдержал. Выдержал страшные климатические катаклизмы. Кстати, Красная книга. А в корнях этого славного растения мы с вами видим кое-что еще интересное. Так и есть. В белокрыльнике прячутся мелкие рыцари в хитиновых доспехах, стерегущие драгоценный селен для зубров. Ну, конечно, в хитросплетениях корней этого южного брата можно найти только скорпиона. Скорпион на самом деле не настоящий. Это водный скорпион. Вообще-то он не имеет никакого отношения к настоящим скорпионам, поскольку является насекомым. Шесть ножек. Мало того, это кузен обычного постельного клопа. Почему скорпион? Видите, сзади у него такое, как жало. На самом деле это не жало, это трубочка, через которую водный скорпион дышит под водой. Ну что ж, мы с вами убедились, что зубр – это очень пластичный вид, легко адаптирующийся к изменениям среды. Его социальная организация более чем функциональна, а естественных врагов фактически нет. В заповеднике сформирована здоровая полноценная популяция зубров, которую теоретически можно выпускать на волю прямо сейчас. Скажите, пожалуйста, а если выпустить все-таки зубра во все лиственные леса, которые остались в Отечестве, он там отыщет свою экологическую нишу? Не заняли ее уже прочно другие животные, кабаны, лоуси? Это, наверное, больше заняли люди. Люди? Которые начнут отстреливать. Ведь пробовали же это делать. И что? У нас же здесь ходили животные. Ну что, пропадало? Целое стадо пропало. Браконирили? Конечно. Поэтому сейчас, которые заповедники везут, опять же, у нас проверяют, люди выезжают, научники проверяют, правильно там охрана, все растительность проверяют. И только после этого мы вывозим туда зубров. Сейчас стоит вопрос как раз в Чечню их отвезти, в тот заповедник. Вот мы думаем, что там дисциплина. Прежний ареал обитания зубра был огромен. Среди земноморья, горные леса Кавказа, Южной Европы, Прибалтика. Везде разные биотопы, разная растительность, разная еда. Но сможет ли зубр из Приокско-террасного заповедника разобраться, что съедобно, а что несъедобно, ну, скажем, в кавказских предгорьях? Ведь он даже в глаза не видел субтропическую кавказскую флору. Вот именно этим мы и занимаемся, начиная с 1948 года. То есть основная цель питомника – это восстановление зубров и расселение их в дикую природу, в те места, где когда-то жили их предки. И следует сказать, что зубры, которые выросли, допустим, на равнине, очень свободно осваивают и горные территории, и горные местности вместе с их, соответственно, флорой. Вот видите, вердикт опрошенных специалистов обнадеживает. Да, восстановленный в России зубр может жить в дикой природе, и он нужен ей. Мне почему-то вспомнился маленький принц. Помните, странный народ эти взрослые. Покажи им красивый дом, так они непременно спросят, а сколько он стоит? Так вот, зубр стоит дорого, очень дорого. Конечно, можно было бы сделать хороший бизнес, разводить зубров, мы же умеем. Продавать их, сдавать в аренду другим зоопаркам. А что, китайцы, между прочим, таким образом очень хорошо зарабатывают на своих пантах. Но дело-то не в этом. Зубра уничтожили везде, во всей Европе. И сейчас мы восстанавливаем его не из каких-то коммерческих интересов, а потому что возвращаем свой долг природе. И не только свой, но, между прочим, и европейский тоже. До встречи в натуре!